Партнер программы сеть детских клубов Стеша, Роман, скажите, вы знаете, где вы сегодня оказались? Да. Где? Задумался Рома. Давайте мы присядем и... На телевидении. На телевидении, правильно. Давайте присядем, и я вам и нашим маленьким телезрителям подробнее расскажу, где же вы сегодня оказались. Друзья, вам выпала редкая удача. Вы оказались в стране безопасности. Это удивительное место на нашей земле. Оно единственное. И здесь ничего плохого с вами не случится. На протяжении четырех дней мы будем с вами учиться правилам безопасного поведения. И постараемся эти правила объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень важный. Это конкурс. А это значит, что в конце игры определится победитель, который получит главный приз. Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, я уже сказала вам и нашим маленьким телезрителям, что мы с вами находимся в стране безопасности. И здесь ничего плохого с нами не случится. Но вы знаете, вокруг нас огромный мир. И как раз таки там может случиться все, что угодно. Поэтому мы с вами должны быть готовы ко всему. И сейчас я вам расскажу о теме нашего соревнования. Но прежде ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Ребят, как вы считаете, люди каких профессий приносят очень большую пользу людям в экстренных ситуациях? Пожалуйста. Я думаю, милиция, скорая помощь, косовая служба и пожарная. МЧСники, точнее. Правильно. МЧС. Служба МЧС. Молодцы, ребят. Слушайте, вы все знаете. Безусловно, ребят, не бывает профессий неважных. Все они очень нужны и полезны. И одной из таких важных и полезных профессий является профессия доктора. Именно врач приходит к нам в разных ситуациях. Будь то у нас простая царапинка или какая-то серьезная болезнь. У меня царапина есть, ко мне доктор не приходил. Ромка. Да, но, конечно, не всегда может доктор прийти. Но это как раз наш тот случай, о котором мы сейчас и будем говорить. Есть такие случаи, когда вы даже в своем небольшом возрасте можете помочь сами себе. Мы об этом сегодня будем говорить. И именно этой теме наш будет посвящен сегодняшний конкурс. Я предлагаю уже приступить к первому конкурсу. Это будет конкурс загадок, Ром. Ты любишь загадки разгадывать? Разгадаю. О, здорово. Как мы угадали с этим испытанием для вас. Итак, я буду вам читать загадку. Вам необходимо отгадать и отгадку принести мне со стенда нужную картинку. Твой Стеша вот этот стенд, а твой Ром тот. Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить одну фишку. А если кому-то удастся справиться быстрее соперника, то дополнительно получите вы еще одну фишку. Ясно? Поэтому задание не только на знание, но и на скорость. Я буду читать загадку, вы ее дослушайте, пожалуйста, до конца. И после этого, когда я скажу марш, только тогда вы побежали. Ясно? Смотрите у меня. Итак, первая загадка. Что грязнулию не быть, следует со мной дружить. Пенная, душистая, ручки будут чистыми. Если в глазки попаду, то немножко пощиплю. Побежали быстрее. Так, отлично. Итак, ребята, что у нас отгадка на эту загадку? Какое слово? Мыло. Правильно, ребята, отгадали вдвоем правильно. Справились с заданием одновременно, поэтому каждому и сделали это очень быстро. Поэтому дам за скорость вам обоим. И Ромке две, и тебе, Стешенька, две. Так. Первую мою загадочку разгадали, теперь готовьтесь слушать вторую. Итак, раньше времени не стартуем. Для царапинок Аленки полный есть флакон. Побежали. Зеленки. Ай, молодцы. Эта зеленка снова быстро, снова правильно, поэтому быстро получаем по две фишки и продолжаем, продолжаем отгадывать загадки. Какие вы умнички. Держи, Ромка, ты свои. Третья загадка. Оранжевый цвет мой любимый. Не мой. Итак, третья загадка. Стать сильнее захотели, поднимайте все. Слушайте, ну сильнейшие соперники просто идут нога в ногу. Стеша, ну раньше времени не стартуем, а иначе накажу в следующий раз, ясно? Так, снова две фишки. Потому что не могу не дать вам, ребята, за скорость. Еще так быстро у нас, по-моему, не могу я даже припомнить, кто играл. Итак, последняя загадка, последняя возможность в этом конкурсе заработать фишки. Слушаем внимательно. Сразу скажу, загадка длинная, поэтому сидим до последнего. Даже если знаете отгадку. В овощах и фруктах есть. Детям нужно много есть. Есть еще таблетки. Вкусом, как конфетки. Принимают для здоровья их холодную порой. Для Сашули и Полины что полезно? Быстрее. Витамины. Какие молодцы. Витамины. И снова одновременно. Слушайте, я боюсь, такими темпами мы с вами просто не сможем определить победителя главного. Держи, Ромка, свои две. И Стеша. Еще такого, я вам честно признаюсь, у нас не было, чтобы я за скорость каждый раз давала фишку обоим. Потому что с такой скоростью. Потому что я бегун в классе, никто обогнать не может. И меня тоже. Тогда мне становится все понятно. Бегуны попались, поэтому все быстро. Так, ребята, первый конкурс закончился. Давайте-ка посчитаем, сколько фишек вы заработали. Ром, быстренько считай. Покажите мне еще скорость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стеша, ты так интересно считала. Восемь. Налево и направо. А что было считать, если я давала по две фишки в каждой загадке? Восемь. Молодцы, ребята. Отлично. Ребята, мы с вами уже сегодня говорили о том, что есть люди, которые о человеке и его здоровье знают все. Это врачи. Врачи. Сегодня мы познакомимся с одним очень интересным человеком, это доктор. Но прежде объясните, вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, что объединяет все предметы, которые стоят у нас на столе? Что вы знаете об этих предметах? Ну, педикса, она делает так, чтобы из рамки вышли все бактерии, очищала. И останавливает кровосечение. Какие умные. Все знающие дети. А селенкой замазывают рамки. Правильно. Правильно, ребята. Все эти предметы были придуманы и изобретены для того, чтобы оказывать первую помощь человеку, если у него ушибы, ссадины, царапинки, даже укусы насекомых. Да. Правда? У нас насекомых мало, которые укусаются. И у нас тоже. Да-то что. Настрекоз очень много. Но зато их очень много, количество этих насекомых, поэтому часто и укусы бывают. Ребят, ну, я думаю, что о йоде и зеленке вы знаете намного больше, а вот более подробно о перекиси водорода расскажет доктор Артем Витальевич. Я предлагаю вам сейчас с ним познакомиться. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артем Витальевич. Я работаю в детской больнице. Наша работа – это помогать вам в случае, когда вы заболели или с вами что-то произошло. Ребята, скажите, вы когда-нибудь слышали о таком веществе, как перекись водорода? Да. В отличие от йода и зеленки, с которыми мы уже успели познакомиться, раствор перекиси водорода не содержит спирта. А это значит, что рана или порез не будут сильно болеть при обработке. Это, естественно, плюс, но есть и минусы. Обеззараживающее действие перекиси водорода не такое продолжительное, как у зеленки или йода. И поэтому рану после обработки надо обязательно закрыть стерильной повязкой, чтобы туда не могла проникнуть инфекция. Теперь, когда вы знаете, для чего применяют перекись водорода, не забудьте спросить у родителей, если она у вас дома. А еще, запомните, любые лекарства можно принимать только по рекомендации врача и под присмотром взрослых. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи в игре и осторожности в жизни. Рома Стеша. Наш первый конкурсный день подходит к своему завершению, но впереди у нас еще одно контрольное испытание на сегодня. У того из вас, кто внимательно слушал то, что говорил доктор, шансов победить намного больше. Сейчас вот мы и проверим, насколько вы были внимательны. Итак, я раздаю вам картинки. Держи, Рома, это твоя стопочка. Это твоя Стеша. Объясняй, в чем суть этого конкурса. Обратите внимание каждый на свой стенд. У вас есть там две карточки. Одна зеленого цвета, одна красная. Вам необходимо картинки, которые у вас в руках, распределить таким образом. Под зеленой карточкой разместить те картинки, где изображены предметы, которые помогают человеку при болезнях. А под красной карточкой те, которые никак не могут помочь человеку, если вдруг он заболел. Ясно, ребят? Да. Ребят, каждый правильный ответ будет стоить фишку. А тому, кто справится быстрее с заданием, справится абсолютно правильно, без единой ошибки. Я дам еще за скорость целых две фишки. Поэтому старайтесь. Итак, готовы? Да. Тогда марш. Под зеленой карточкой то, что может помочь человеку при болезнях, а под красной то, что совершенно бесполезно в таких ситуациях. Кто справится, сразу руку поднимаем, чтобы готовы. Так, Стеша справилась. Справился, Ром? Угу. Хорошо. Присаживайтесь. Смотрим, как справилась с заданием Стеша. Итак, под зеленой нужно расположить то, что помогает человеку, когда он болеет. Йод, конечно, первым делом. Йод, таблетки. Это у нас что, Стеша? Укол помогает. Шприц. Шприц тоже. Шприц тоже. Да. Сешенька, а это что у нас? Э, супрепа. Ой, щетка. И как она нам помогает? В болезнях, когда мы болеем. Нет, Сешенька, этот не тот случай. Поэтому мы картиночку эту я возьму себе в руки. И то, что нам не пригодится. Это расческа, конечно же. Это зубная паста. Да, Стеш? Сешенька, а это? А это? Никак не пригодится. А если у нас температура? Нам же нужно узнать, какая температура, чтобы сдать. Сбивать, не сбивать. Сешенька, еще одна ошибочка. Так. Сешенька. А это? Это гиппок. Это называется фониндоскоп. Разве он нам не может помочь во время болезни? Может, конечно. Торопилась, торопилась, справилась первая, но видишь, не совсем. Поэтому фишек за скорость тебе не дам. Вот. Считаем количество правильных картинок. Один, два, три, четыре, пять. Получишь пять фишек. Держите. Пять. Так, теперь посмотрим, как Рома справился. Те предметы, которые могут пригодиться. Фониндоскоп, конечно. Это у нас что мы говорили, Ром? Шприц. Шприц, правильно. И градусник сюда же отправился. И таблетки, и йод. Отлично, все правильно. И здесь то, что не пригодится. Зубная щетка, зубная паста и расческа. Идеальное выполнение задания. Молодец, Ром. Правильных ответов сколько? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь фишек. Восемь фишек. Ромки и пять Стешеньки. Итак, время раздачи фишек за второй конкурс. Стешеньки пять я насчитала. Так, так, так. Стеш, держи. Пять эти забирай. И Ромки восемь. Целых сейчас насчитают. Пять, шесть, семь, восемь. Ром, держи. Молодцы, ребятки. Так, все, на сегодня все конкурсы закончились, поэтому давайте-ка общее количество фишек мы с вами сейчас определим. Ром, считай быстренько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Хорошо, Стеш. Семнадцать. Семнадцать. Итак, ребятам, первый игровой день закончился. С небольшим отрывом в четыре фишки у нас победителем стал Рома. Семнадцать фишек, тринадцать фишек у Стеши. Готовимся к завтрашней игре и встречаемся в это же время. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова